Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Что значит «отречься от себя» и зачем это нужно? Отречься от себя – это значит послужить себе самым лучшим способом. Какой дал Бог своему творению свободно разумному человеку? Дело в том, что, воспользовавшись свободой, Богом дарованной, человеку удалось, совершив грехопадение, объектом подлинной любви, жертвенного служения, вместо Бога сделать самого себя. Самолюбие составляет корень нашей греховности – самость. Именно поэтому победой для человека, возвращением его достоинства, приобщением его к вечной божественной жизни является победа над самолюбием. Отвергнуться себя – это значит Бога в своей душе поставить на приличное для него первое место. Это значит образоподобие Божия человека, всякого человека, находящегося возле нас, относящегося к нашим ближним, даже если они по расположению сердца своего очень далеко отстоят от нас. Видеть и признавать, как творение Божие, как своего брата или сестру, и действовать с ними в соответствии с законом жертвенной любви, которую нам представляет в самом себе Господь Иисус Христос. Отвергнуться себя – это значит не рабствовать тем страстям, которые паразитируют в твоей душе, основываясь на этом самом самолюбии, отчуждающем нас от Бога. Человек не замечает, как служа себе он губит себя, исполняя свои прихоти и действуя под влиянием тех страстей, которые мы совокупно именуем славолюбием, сребролюбием, сластолюбием. Человек для самого себя делает эту темницу все более тягостной, все в большей и большей степени попадая в зависимость от этих самых гнетущих его своих собственных страстей, паразитирующих, базирующихся, коренящихся именно на его любви к самому себе. Тот, кто центром Вселенной ощущает себя и заботу о себе возводит в главное дело своей жизни, тот не в состоянии не только любить ближнего, но даже признавать бытие Божье. Потому что признавая это бытие, оно уж, конечно, вполне объективно, несмотря на то, что Бог для нас невидим и неосезаем. Само признание его бытия непременно требует некого смирения, поставления себя, любимого, в зависимость от него. И во внутренней жизни, и во внешней. Человек, признающий Божественное бытие, хочешь не хочешь, а попадает в число его верноподданных. Он, зная и помня о Боге, исполняется благовейного страха, почтительности к Нему и разворачивает свою внутреннюю жизнь и дела своей внешней жизни в угождение тому, кто бесконечно могущественнее нас, к тому, кто и призвал нас из небытия в бытие, к тому, кто поддерживает наше земное существование, к тому, кто непременно будет и судить нас для определения нашей вечной участи. Стоит пустить эти вполне здравые, объективные понятия в сердце свое, и вот уже нет прежней холодности в человеке. Появляется раскаяние, как осознание себя, как постоянного нарушителя нравственного Божьего закона, который распределен для всех сынов человеческих. Так что самоотречение – это прежде всего опокаяние, это прежде всего умение замечать движение собственных страстей и пред всемогущим и вездесущим Богом испрашивать прощение, свидетельствуя о своей решимости, исправлять те греховные расположения, которые мы за собой замечаем. Это нужно для нашего торжества жизни, это нужно для нашего единства, создавшим нас Господом, это нужно для того, чтобы наш союз с ним был непресекаем и самой смертью, ибо смерть для верного Богу есть только сон, есть расслоение его души и тела не навсегда, но только для того, чтобы потом, в момент окончания мировой истории, при втором пришествии Христовом и на его страшном судилище, были воссоединены душа и тело верного Христу человека, и его земная жизнь временная увенчалась бы блаженной и вечной. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!